Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня у нас очень интересный гость – Нилов Ярослав Евгеньевич, депутат Государственной Думы партии ЛДПР. А вот что написано в Википедии. Ярослав Николаевич Евгеньевич Нилов родился тогда-то в городе Кишиневе, российский политик, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с 2016 года. Депутат Государственной Думы 5-6-7 созывов, заместитель руководителя фракции ЛДПР, один из авторов закона о черных списках. Вот такой гость у нас сегодня, я представляю, предоставляю слово вам, Ярослав Евгеньевич, пожалуйста. Я как человек всегда с активной гражданской жизненной позицией, но не в политическом плане. Я знал, что есть политические партии, там были выборы 95-го года, выборы 93-го года, после чего был переворот в Москве. И я помню, я тогда жил в Тольятти, мы ехали в 93-м году после того переворота из города Тольятти в Москву, а потом в Великие Луки ездили в пушкинские места. И, соответственно, все это беспокоило, формировало определенное мировоззрение, мироощущение. И у нас был учитель истории, неравнодушный человек, который не мог смотреть на все происходящее. Он предложил создать политический клуб, куда пригласить наших активных ребят из разных классов. И, соответственно, приглашает на эти встречи различных политиков, известных людей, которые, может быть, занимаются общественной деятельностью. На первом заседании политического клуба, которое было так, больше неформально, кулуарно проходило, было предложено решить, а кого же будем приглашать. Но приглашать главу правы, вроде как у молодежи не так интересно. Ну, спрашивали про мусор и про трубы. Ну, как-то прозвучала фамилия, может быть, Лужков. Ну, как-то, ну, Лужков, да, Лужков где-то там далеко, где-то здесь. Потом, ну, кто еще, начали думать, а кто еще для молодежи интересен. Ну, и прозвучала фамилия Жириновский. Я тогда знал, что такая фамилия есть, партия такая есть, но что, как, близко этим не интересовало. После чего, что меня сразу тронуло, после чего раздались такие, как говорится, пессимистические прогнозы. Ой, да он не приедет, да зачем мы ему нужны, да где он, где мы. А меня всегда раздражает, наверное, это менталитет нашего народа раздражает, когда мы ставим перед собой цель. И еще даже не попробовав, начинаем искать причины, почему этого сделать не получится, делать не нужно. Это лень, это банальная лень, это так запрограммирован наш головной мозг. И меня это всегда коробит. Я всегда занимался спортом и понимаю, что если ты выходишь на ринг, и только ты себе дал возможность усомниться в своей победе, то 50% поражения уже ты, соответственно, заработал. Поэтому я говорю, ну, давайте мы попробуем, мы будем раньше времени опускать руки. Не получится, не получится. Но мне сказали, ну, вот ты такой шустрый, умный, ну и займись. Я в этот же день случайно зашел в библиотеку рядом со школой, и там оказалось, что туда из ЛДПР приходят книги. Одна из книг была «Последний бросок на юг». Я взял эту книгу, там телефоны, связался по телефонам. Это был сентябрь 97-го года. И, соответственно, пришлось потратить где-то полгода для того, чтобы эта встреча, она была организована. Ну, потому что школа находилась не так близко, это в Подмосковье. Хотя территориально Москва, но это уже все равно в ближайшем Подмосковье, за МКАДом, там, 7 километров от МКАД. В итоге встреча состоялась. Встреча вызвала неподдельный интерес. Пришло очень много людей. Очень много людей, кто не вошел в школу, находились на улице просто местных. Но самое главное, что в ходе подготовки к этой встрече, посещая Государственную Думу, имел возможность смотреть на заседание. Это сегодня в прямом эфире по интернету, мы можем зайти, посмотреть. Тогда такой возможности не было. Тогда была передача куклы, которая формировала образ политики. Амцюганова, Жириновского и других. Соответственно, начинаешь ощущать и пересматривать, и смотреть, и понимать совершенно другую картину, когда туда окунаешься. Дальше, соответственно, эта встреча прошла, после чего, в принципе, цель была достигнута, и была поставлена новая задача. Давайте пригласим других политиков. Начали заниматься другими политиками. Следующим, кто к нам приехал, это был Геннадий Зюганов. Он приехал, достаточно тоже себя проявил так, открыто, свободно, спокойно, но уже по протоптанной дороге эту встречу нам быстро удалось организовать. Она не вызвала такого интереса у молодежи, как вызвала встретить с Криновским, но все равно зал был полный, встреча была интересная, потому как человек, которого ты едешь только на экране тогда, и здесь вот он в школе перед тобой выступает. Нас обманул Явлинский, который обещал, морочил голову, везде пропагандируя, что он с молодежью, за молодежью будущее, но так он не нашел время, хотя неоднократно обещания звучали. Потом он это все передал в аппарат, и аппарат его красиво все это замылил. Он возглавлял тогда фракцию «Яблоко» в Государственной Думе. То же самое касается Рыжкова, который возглавлял тогда Владимир Рыжков, сегодня он оппозиционер, тогда он представлял фракцию «Наш дом России», это была фракция партии власти, которую создавал Черномырдин, и они как-то вообще холодно отнеслись к нашему предложению и не приехали. К нам хотела приехать Галина Старовой, то с ней была договоренность уже в 1998 году, это был май месяц. Но, к сожалению, вот она была убита, совершено преступление в отношении нее, и встреча не состоялась. Ну, потом уже 11 класс, после времени поступать, соответственно, готовиться к Крузу. Но мы создали тогда молодежную организацию в Московскую областную и начали постепенно заниматься общественной политической деятельностью за рамками школы. И в один из дней в школу раздался звонок из Госдумы с приглашением, соответственно, не теряться, а дальше продолжить работу. На что надо обратить внимание, лидер ЛДПР, он всегда старается вести такую кадровую работу, позволяющую молодежи самореализоваться и почувствовать себя нужным, встать на карьерную лестницу и двигаться вперед. То есть тебе дается не рыба, а дается удочка. Бери и начинай рыбачить, грубо говоря. Соответственно, впереди была избирательная кампания 99-го года в Государственной Думе, она была очень непростая. Тогда я уже был студентом первого курса, и партию ЛДПР тогда не допустили до выборов, сняли. Срочно был создан так называемый избирательный блок, тогда еще не было законов о политических партиях, тогда были в том числе избирательные блоки, которые могли участвовать. Был создан блок Жириновского. И после того, как все равно блок Жириновского зашел в Государственную Думу, партия не так много набрала процентов, тогда был какой-то такой всплеск, эмоциональный всплеск, и появились много разных партий в Государственной Думе. Это яблоко было, Союз правых сил появился. Кстати, Сергей Владимирович Кириенко тогда был в Государственной Думе. И появился блок Единства, был создан, и был блок создан Отечество. И это были такие противоборствующие два блока властных представителей. Соответственно, у нас партия набрала не очень много процентов и голосов, и депутатов было немного, но все равно в тот непростой момент мы выставили, начали наращивать силы. Тогда мне было предложено поработать в центральном аппарате, заниматься молодежью в Москве и в рамках всей страны. Мало было ресурсов, мало было людей, не было тех возможностей, которые есть сегодня, но мы пытались делать, что делать. И, кстати, тогда была такая проведена религиозная акция, называлась она «Православный путь Москва-Афины, дорога предков от монастыря к монастырю». Мне была поставлена задача это организовать. Это акция при поддержке Русской Православной Церкви, в частности, тогда патриарх Кирилл, он был тогда руководителем отдела внешнецерковных связей, он с нами тогда плотно взаимодействовал. Эта акция была поддержана и патриархом Алексеем, и мы такой путь с представителями некоммерческих организаций регионов, с послушниками духовных семинарий проехались, практически мы посетили все православные страны, доехали до Греции. Это была акция направлена на выражение протеста против той агрессии и тех недружественных действий, которые совершил блок НАТО и Соединенные Штаты Америки в отношении Югославии. Помните, были бомбежки? В том числе пострадал храм, который принадлежал Русской Православной Церкви, там осколками был поврежден. И, соответственно, начиная с 2000 года, приходит к власти президент Путин, становится президентом, и начинается реформа партийной политической системы. Я это уже позже изучал, хотя наблюдал это на практике. Был в 2002 году, во-первых, был введен институт полномочных представителей президента по федеральным округам. Вообще тогда были очень неприятные тенденции, когда у нас проявлялся сепаратизм. И регионы пытались на себя перетянуть одеяло, вводили свои ограничительные меры, что нарушало принцип федерализма. Тогда же президентом было принято решение ввести этот институт. Тогда был введен подоходный налог 13% для того, чтобы постараться вывести доходы граждан из черной зоны и все переместить в легальную плоскость. Тогда, ну, чуть позже, это уже в 2002 году, вступил в силу закон о политических партиях. Партии были перерегистрированы в выборах, имели и имеют возможность теперь участвовать только политические партии, как одна из форм некоммерческих организаций, цель которых, соответственно, участие в политической жизни, участие в выборах. Партии перерегистрировались, и, соответственно, мы тогда вышли на новый рубеж, качественный рубеж. И в 2003 году состоялись очередные выборы в Государственную Думу, где ЛДПР уже набрала приличный процент и создала сильную, мощную фракцию. Тогда же, в 2003 году, я был приглашен на работу в аппарат фракции Государственной Думы. Занимался я, мне всегда нравился вопрос организации, протокольные вопросы, организовывать мероприятия внешние, внутренние. И я, соответственно, за эту часть отвечал. И в один момент неприятные события произошли с руководителем секретариата зампредседателя Госдумы Жириновского, и на меня, соответственно, были автоматически переложены все обязанности, которые несколько лет я, соответственно, выполнял, после чего был уже назначен руководитель аппарата зампредседателя Госдумы. И уже в 2010 году руководитель аппарата фракции ЛДПР, и в 2011 году стал депутатом Государственной Думы. Можно я вернусь к школе? Знаете, слушая вас, тяжело вериться, что вот Жириновский ответил простым школьникам. Взял и приехал, Владимир Владимирович. И вообще весь ваш рассказ, знаете, это как, я не знаю, я ловлюсь на мысли, как великая американская мечта. Знаете, вдруг ниоткуда из ничего, и все получается. Во-первых, у меня мечты не было. У меня была цель. Я, еще раз повторяю, я политикой не интересовался. Я не хотел, у меня были совершенно другие планы, в том числе и по месту учебы, по месту работы. Так просто получилось, что меня туда судьба втянула. У меня была цель. Вот мне надо было сделать все для того, чтобы эту цель достичь, и эта встреча должна была состояться. Тогда не было средств коммуникации, которые есть сегодня. Но у меня была возможность спросить маму, которая каждый день по моей просьбе отправляла в приемную Жириновского факс с приглашением. Я каждый день приходил домой, у меня был телефон, который имел только одностороннюю связь. Мне звонить было нельзя, я мог звонить. Я каждый день звонил ответственным сотрудникам в аппарат фракции ЛПР Государственной Думе с вопросом, что там, какая реакция. То есть я просто брал измор, так можно сказать. Я несколько раз на мероприятие подходил к Жириновскому и передавал ему лично в руки приглашение. Но понимая его занятость, понимая, что его там могли приглашение забрать и не дать, соответственно, я понимал, что встреча, она состоится только если вопрос созреет. Конечно, тогда те же его помощники, сотрудники его аппарата могли предложить актервативный вопрос, как делал я уже в последующем, когда руководил структурным подразделением. Можно было пригласить школьников на экскурсию в Государственную Думу, соответственно, встречу сделать, 20-30-минутную встречу в здании Государственной Думы с лидером ЛДПР. И на этом, соответственно, вопрос был бы решен. И не надо было ехать никуда. Но тогда подходили, видимо, те, кто принял решение более формально, соответственно, встречи этой предложено не было. Я, со своей стороны, тоже не догадался, что такой формат можно было бы предложить. Ну, у меня, еще раз повторю, была цель, и начиная с сентября 97-го года и заканчивая встречей, это апрель 98-й год, вот этот период был потрачен на то, чтобы, соответственно, эта встреча была организована. Ну, а как вы думаете, сегодня у молодежи есть эти возможности, есть эти шансы исполнить или дойти до свидетельства? Шанс есть всегда. Самое главное – настрой в голове которой. Самое главное – поставленная цель, правильный анализ имеющихся ресурсов, правильное планирование и ни в коем случае не опускать руки. Даже если что-то не получается, это не повод все бросить и уйти. Значит, нужно подумать, как эту проблему решить. Кроме этого, сегодня, в принципе, политическая система такова, когда достаточно много возможностей у молодежи, тем более, что тот же интернет позволяет обеспечивать коммуникацию вне зависимости от местонахождения. То есть сегодня твой личностный потенциал, твои какие-то идеи, они могут быть реализованы, замечены. И на фоне серьезного кадрового голода, конечно, это движение, этот социальный кадровый лифт, он обеспечен. Посмотрите на нашу фракцию в Государственной Думе. Она всегда была, и сейчас особенно одна из самых молодых. И многие депутаты сегодня, они прошли путь, были депутатами городских дум, областных дум, координаторами нашими из регионов. Сегодня они депутаты Государственной Думы. Но вот для людей, для простых обывателей, все-таки партия ЛДПР – это партия, как считалось, одного человека. Но сегодня все видят партию двух людей. Вас часто видят. Вас, как помощника Владимира Вольфовича. И вот, знаете, у меня вопрос. Владимира Вольфовича часто называют в прессе харизматическим лидером, харизматом. Слово «харизмат» часто к нашим церквям относится. Это, значит, с греческого переводится как «дар» или «действие благодати». Вот у Владимира Вольфовича есть своя харизма. Я задам вопрос. В Библии написано, что «наставь юношу в начале пути его, и он не свернет с него, даже когда состарится». Мы все знаем, и Владимир Вольфович часто рассказывает, что он воспитывала его бабушка в Алма-Ате, и он ходил в баптистскую церковь. Как вы думаете, это повлияло на его жизнь, на его судьбу, на его выбор? Думаю, конечно. Во-первых, ему бабушка... Он бабушке, по-моему, читал Библию. И даже на одной из недавних встреч с протестантской молодежью он принес эту Библию вместе с закладкой тех лет, рассказывая эту историю. Он неоднократно в прессе говорил о том, что, подчеркивая наличие многих проблем у нас, именно из-за того, что мы пошли не по пути протестантизма, а по пути православия. И приводя в пример протестантскую Америку и ряд протестантских церквей или протестантских организаций, которые преобладают в тех или иных странах Европы. И где успех? Полагаю, что, конечно, человек, он как губка все впитывает в течение жизни. И любые мысли, любые рассуждения, идеи, они формируют его мировоззрение прежде всего. И, конечно, я считаю, что кроме того, что он там читал Библию, с бабушкой еще было какое-то обсуждение, и наверняка какие-то мысли были. Я помню, когда у меня во дворе у нас тоже жила бабушка, мы знали, что она баптистка. Кто такая баптистка, мы маленькие понятия не имели. Бабушка баптистка, бабушка баптистка. Но у нее всегда было очень доброе, теплое отношение. Мы всегда знали, что она нас угощает конфетами вкусными. Она сама пекла пироги, пирожки и нас угощала. То есть бабушка баптистка, она своим примером формировала у нас в глазах образ какого-то доброго, отзывчивого, заботливого, внимательного, приветливого человека. То же самое я могу сказать, что мы говорили про Сергея Васильевича. Сергей Васильевич тоже мудрый, внимательный человек, с которым приятно поговорить на любую тему. Он никогда не передавливает, не навязывает. И самое главное, что у него нет желания, как и у других. Тот же и Бендес Константин, и Олег Гончаров, да и другие представители региональных структур. Нет никогда желания как-то подавить, заставить мучиться, заставить страдать. То есть наоборот, какой-то позитив. Когда я был на съезде Ранс-Хве, когда собирались представители из регионов и читали вместе молитву, проводили молитвные мероприятия, и все это сопровождалось музыкой, танцами. То есть какой позитивный заряд определенный испытываешь. Я хоть человек православный верующий, но я, во-первых, отношусь ко всем людям, вне зависимости от вероисповедания, как к людям, прежде всего, раз. Второе, для меня протестанты, я уже немножко, может быть, в шутку говорю, это вот мы ЛДПР, это оппозиция в политике, а протестанты это оппозиция католиков. А католики, ну так, если утрированно знать исторически, а католики и православные, это, в принципе, произошло разделение из-за чего? Ну, делили власть. Константинополь, Рим. Да, ну так, не вдавайте очень глубоко во всю эту историческую канву. Поэтому я постоянно принимал участие в молитвенных завтраках. То есть у меня какого-то отторжения не было, и наоборот, я с представителями протестантских церквей, будучи сам православным, но понимая, что мы все вместе, мы живем все в одном большом христианском мире. И никакой здесь конкуренции или какого-то негативного отношения с моей стороны просто быть не может, потому что это те же христиане, верят в того же Господа Бога, в кого верю я. А все остальное, это все остальное. Хорошо, можно у вас спросить, вот личный вопрос, а какова ваша харизма, какой ваш дар? Не задумывались? Ну, я, наверное, не задумываюсь, вообще не очень люблю про себя сам говорить и как-то себя оценивать, но у меня хорошо развита интуиция. Вот, может быть, это тоже, может было бы так назвать. Ну, я жуткий и страшный перфекционист. Я люблю, чтобы порядок был во всем. У меня прадедушка, он немец. И я не исключаю, кстати, что он был протестантом. Не исключаю, потому что у меня вот, я так сам анализировал, делал вывод, что вот эта педантичность, точность и перфекционизм, это, скорее всего, оттуда. Ну, и теплое отношение к протестантским церквям, может быть, тоже. Наверное, лети ранен. Судя, если немец, то, скорее всего, там корни вам надо искать. Может быть. Особой информации не сохранилось. Все это очень было давно, но, по крайней мере, такой факт есть. И, соответственно, это повлияло, в том числе, и на мое отношение ко многим вопросам, и на мое мировоззрение, на мою работоспособность, на мое отношение к делу, достижение цели. Понятно. Спасибо. Можно от личных вопросов перейти вот к вашей работе в Госдуме. Я еще напомню, что вы в Госдуме в нескольких созывах уже. Пятый, шестой, седьмой созыв. На самом деле, пятый созыв, считать юридически, да, но это я про него даже не говорю, почему. Потому что я стал депутатом в августе 2011 года. В сентябре еще Государственная Дума и в октябре поработала, и потом ушла, ну, были выборы в декабре, поэтому я зашел буквально на несколько месяцев, так как освободился вакантный мандат. Был, и мне просто его решением партии, он был мне передан, поэтому пятого созыва, конечно, полноценной работы не было. Я в тот период работал руководителем аппарата зампредседателя Госдумы. А вот уже в шестом созыве, это, ну, так сказать, начнем с января 2012 года. Я начал работать уже полноценно как депутат и возглавил комитет по религиозным и некоммерческим организациям в мае 2012 года. На комитете? Да, тогда, когда ушел бывший представитель комитета Алексей Островский, который сейчас является губернатором Смоленской области. И, кстати, сразу же свою позицию озвучил, что я никакой не зашоренный и не ориентированный ни на какую организацию. Встречаться будем со всеми, кто официально зарегистрированный работает в Российской Федерации. Это все наши граждане, наши избиратели. У нас прошла большая встреча с протестантскими организациями. Ко мне приходили так называемые новые религиозные образования и саентологи, и свидетели Иегова, и другие. Мне важно было вообще понять, чем живут эти люди, что они делают, что в их среду приходят граждане добровольно, непринудительно приходят, какие ошибки совершаются нашими крупнейшими организациями. Ну, а потом, вы помните, активно стал разыгрываться, так скажем, религиозный вопрос. Тогда была поставлена задача дать адекватный ответ со стороны государства. Был внесен непростой проект в Государственную Думу, и здесь была консолидирована позиция всех традиционных религиозных организаций. Проект, имея в виду о защите чувств верующих, он достаточно долго обсуждался на разных площадках, возбудились противники, но мы переживали очень-то непростое время. Крестоповал, осквернение икон, нападение на мусульманских, и даже уничтожение мусульманских религиозных деятелей, радикализация страшной ислама происходила, протестанты испытывали нападки, осквернение еврейских захоронений. То есть, тогда религиозный вопрос начали активно соответственно раскачивать. Но поправки были соответствующие приняты, и как мы видим, слава Богу, они практически не применяются, и слава Богу, и вопрос религиозный, он вроде как был так нормализован, и сейчас более-менее спокойствие. Хотя это тот козырь, который при внешнем желании можно всегда раскачегарить, так же, как и национальный вопрос. Хорошо. Можно вам задать вопрос по закону Яровой? Вот когда он принимался, какое ваше отношение вообще, вот я слышу вас сейчас, какое ваше отношение было к этому закону, и вы возглавляли тогда как раз вот этот профильный комитет, да, он же к вам пришел сначала? Нет, там вообще была очень интересная ситуация. Это комитет по безопасности, там в первом чтении готовились одни поправки, а уже ко второму чтению вдруг появились вот эти вот поправки, которые касаются деятельности религиозных организаций. При этом у нас сейчас я договорю тогда мысль и напомню про нашу ранее озвученную позицию. Я ожидал, что эти поправки будут обсуждены, ну хотя бы с участием нашего комитета как профильного по этим религиозным вопросам. Нас не пригласили, нас проигнорировали, и эти поправки были вынесены на обсуждение и поддержаны большинством депутатов. Фракция ЛДПР единственная фракция, которая не поддержала эти поправки, и мы прежде всего разделяли обеспокоенность тех религиозных организаций, которые стучались в Государственную Думу, писали письма, били тревогу, говоря о том, что просто может начаться определенное преследование, когда из традиционных религиозных организаций начнут делать просто врагов и привлекать к ответственности. До этого, если вы помните, был неприятный прецедент, когда уже столкнулось государство с определенным вызовом в Татарстане, религиозная организация свидетелей иегов, если я не ошибаюсь, проводили мероприятия, за что были привлечены к ответственности у себя на арендованных площадях проводили мероприятия, за что были привлечены к ответственности якобы за нарушение порядка проведения общественных мероприятий, пикетов, митингов, собраний, шествий. Они дошли до суда Верховного, они обжалили, была позиция даже Конституционного суда, они дошли, они обжаловали, встали на их защиту, то есть показали, что вся судебная система абсолютно неправильно выносила решения в отношении их деятельности, это был серьезный имидж был нанесен удар, и после этого правительство внесло проект закона, и мы вносили по правке закона свободной совести религиозных объединениях, где прописывали сегодня действующие нормы, где прописывали о том, в каких случаях надо, в каких случаях не надо религиозным организациям уведомлять соответственно о проведении тех или иных мероприятий. Ну, по этим поправкам, по этим нормам сегодня вы в том числе и работаете. Вот, как религиозная организация. Соответственно, остро тогда стоял вопрос, связанный с деятельностью религиозной группы, и мы говорили, я на проездном часе с участием министра юстиции говорил, вот вы сейчас начнете дергать религиозные группы, они никуда не денутся. Если у человека есть идеологическое понимание, вы своими юридическими ограничениями можете сделать только хуже. Поэтому, ну, закон, здесь не закон яровой, я бы сказал, что, и даже, может быть, некорректно говорить, что это закон яровой, да, такой лейбл приклеился. На самом деле, несут ответственность за это решение не яровая, несут ответственность все те, кто это поддержал, а поддержали все депутаты Государственной Думы, поддержали большинство Совета Федерации, и, соответственно, закон вступает в силу, когда его подписывает президент. Тогда президентом был, президентом был тогда Медведев, по-моему. Да. Вот, соответственно, этот закон действительно, он опасен в чем? Что его могут точечно применять, особенно в регионах, и уже применяют. Уже. И из-за этого порождается определенная социальная напряженность, которая еще порождает религиозную напряженность. Что крайне не нужно сегодня. Нам, наоборот, нужна консолидация. Консолидация всех христиан, консолидация всех мусульман, консолидация всех вообще традиционных организаций. И не зря же создан тот же религиозный совет при президенте и в общественную палату входит, и в экспертный совет комитета входит, в правительственные комиссии. Но консолидация, она страдает из-за того, что есть такие вот нормы, которые избирательно применяются или еще пропагандистки абсолютно некорректно преподносятся. Например, помните историю с блогером Соколовским, который якобы был привлечен к ответственности за нарушение, за оскорбление религиозных чувств, за то, что якобы он ловил покемонов в храме. Да, было случайно. Это в 2016 году это произошло, и все СМИ начали трубить, что за ловлю покемонов в храме в отношении человека возбуждено уголовное дело. Когда начались, мы озаботились и стали смотреть, а в чем же там действительно проблема, что происходит. Близко там нет никаких покемонов, никакого храма. Да, он ловил, да, он это выкладывал в сеть, но возбуждено было дело по статье «Рожжигание ненависти либо вражды 282» и по статье 148 за следующие вещи, за то, что он публично оскорблял женщин-коменисток, инвалидов, детей-инвалидов, детей, ну, дети-ДСПшники, это дети-инвалиды. То есть он оскорблял, он порождал ненависть и вражду к социальным группам. В храме тоже он себя вел неподобающе. Если бы он тихо ловил покемонов, то кто там поймет, кого он ловит. Но преподносится это именно вот так, что не соответствует действительности. И при этом параллельно что мы наблюдаем? Мы наблюдаем оперу Тангейзера, если помните, в Новосибирске, когда огромный плакат женщины висит с раздвинутыми ногами и с изображением распятия Христа, и суд не находит ни состава, и даже события, ни преступления, ни правонарушения. Кстати, тогда протестантские организации активно включились в борьбу с этим беспределом, провели достаточно серьезный митинг. И общество тогда стало делиться. Причем верующие и неверующие были в разных, так скажем, группах, сторонники и противники, но очевидно, что такие вещи допускать просто нельзя. Они позитива не приносят, а негатива не приносят. И дают повод и возможность раскачать ситуацию и стравить наших граждан. Но, как я понимаю, позиция ЛДПР была против закона Яровой. Мы не поддержали, да. Мы единственная фракция, которая за него не голосовала. Понятно. Но вы вообще известны в нашей среде, я скажу, в протестантской среде, вы часто вступаетесь, вы справедливый человек. Я знаю, в Калуге у нас вы за пастора, за священника лютеранской церкви, которому подкинули наркотики тогда в храме. Вы сильно заступились и вошли... Мы направляли запросы, у меня была встреча, направляли запросы, соответственно, потому что мы понимаем, что отдельные чиновники начинают работать или ставят задачу, а реализуя задачу, начинают работать, нарушая закон, имея единственную цель быстрее отработать, выслужиться, а то, что коробят судьбу человека, это уже второй вопрос. Но всем им придется все равно отвечать перед Всевышним, верующие они или неверующие. Когда проходил закон о защите великолепных чувств, коммунисты, хотя сами подписали, были с авторами, а потом начали там отдельные коммунисты шуметь, я сказал так, то есть хорошее выражение, оно может быть немножко с иронией, но оно на самом деле с глубоким смыслом. Вот коммунизм до первого частного капитала, феминизм до первого хорошего мужа, а атеизм до первой серьезной тряски в самолете. И так и есть. Как только что-то случается, те неверующие, которые вчера били себя в грудь и кричали, что они атеисты, начинают в четыре руки молиться. И, кстати, когда опять же вот эта тема обсуждалась за защитой религиозных чувств, вдруг атеисты вспомнили, что у них тоже есть какие-то религиозные чувства. Я спрашиваю, товарищи, если у вас есть религиозные чувства, значит, у вас есть религиозные убеждения. Какие у вас религиозные убеждения? У нас религиозные убеждения, что Бога нет. Я говорю, это ваша мировоззренческая позиция, вы на нее имеете право сохраниться в Конституции, но это ваши нерелигиозные чувства. Но если у вас как социальную группу неверующих людей будут оскорблять, порождая ненависть либо вражду, вы тоже защищены нормами закона. Статья 2.8.2. Там в том числе вопросы религиозного отношения являются квалифицирующим признаком. Спасибо большое. Хочу лично поблагодарить вас, потому что вы как глава комитета сейчас в нашу поддержку, мы тоже непростые времена, наша церковь, 20 лет вот уже мы в судах проходим. И вы сделали сейчас запрос. Спасибо вам большое. Знаете, вы были в наших церквях, у меня следующий вопрос. Вы знаете Сергея Васильевича Реховского, вы были в церкви у Пересветова Евгения, который, кстати, вот уехал. Вы знаете обстоятельства все. Что вы думаете о протестантах? Вот, ну, какова роль сегодня протестантской церкви, неважно какой, в жизни России? Я думаю, что роль объединяющая. Раз. Для меня протестанты трудолюбивые люди. Два. Люди отзывчивые, внимательные. Три. И полагаю, что неправильно вообще делить людей по каким-то таким догматическим, наверное, признакам. Еще раз повторяю, что у нас абсолютное большинство людей в стране христиане. А различных течений и православные, и протестанты, которые тоже разных ветвей религиозных, и есть армянская церковь, и соответственно другие течения. Наша задача быть консолидированными, быть вместе и не дать возможность расшатать тот базис, который всегда позволял государству быть сильным, мощным. То есть сильная власть и сильная вера. Это базис, на котором основывается стабильность государства. Именно поэтому всячески пытаются этот базис расшевелить, раскачать и уничтожить. Поэтому у меня только позитивное впечатление от общения с протестантами. Хотя там, конечно, есть, наверное, люди, которые все как везде. Такие же люди, но в целом я смотрю, что вы за здоровый образ жизни, вы за, самое главное, что для меня важно, это за не навязывание каких-то мыслей, догм и неподавления. Потому что это отторгает. Особенно сегодня, особенно когда у нас интернет пестрит различными проявлениями такого возмутительных ситуаций с участием религиозных деятелей, люди далекие от религиозной среды, они не понимают глубоко. Вы пастор, вы батюшка, вы религиозный лидер, смотрят, ну, форма, ряса, неряса, крест, не крест. То есть, в любом случае, сегодня очень много информации, которая действительно, которой нанесен определенный имиджевый урон, ущерб вообще по, наверное, многим религиозным организациям. Поэтому здесь, полагаю, надо консолидироваться и не бороться друг с другом, поддерживать. И то, что два года назад отмечалось 500 лет реформации и то, что присутствовал на мероприятии Сергея Ивановича Кириенко, который зачитал приветствие от президента, а перед этим или после, не имеет значения, президент встречался со старообрядцами, владыка Корнилия, я тоже у них был. Это говорит о том, что президент понимает, что да, у нас самая большая централизованная организация, это Русская Православная Церковь, но у нас, кроме этой организации, традиционно были, и традиционно есть и будут протестантские организации, протестантские общины. И, кстати, если посмотреть Царскую Россию, то благодаря наличию протестантских общин государство развивалось, в том числе экономически, развивалось сельское хозяйство, сохранялся быт, сохранялись такие традиционные устои семейной жизни. Поэтому у меня и сложилось позитивное впечатление и отношение к протестантам, исходя из опыта работы, опыта общения. И сейчас, углавляя комитет по социальной политике, мы продолжаем общаться, потому что вопрос социальной политики также находится во главе, угла протестантских организаций. Я встречался с организацией в Архангельской области, где занимаются вопросами ресоциализации. Несколько человек, кто вышел из тюрьмы, для них было организовано, соответственно, жилье, им помогали с работы, они были в пределе. А если бы не такое внимание, чем бы закончилось, неизвестно. Может быть, в том числе и рецидивом, и возвратом опять места лишения свободы. Я был в молодежном, по-моему, Тульской области, у Гончарова. Там, где построен большой образовательный такой центр. Там и школа, и вуз, и спортзал, и все ухоженно, чисто, аккуратно. И приходит, приезжает из разных регионов, из разных даже стран, туда учиться. Но впечатления от увиденного, конечно, у меня были самые благоприятные. У меня, наверное, последний вопрос будет. Вот Владимир Вольфович часто говорят, что он чуть ли не пророк, потому что все, что он говорит, через время исполняется. У меня к вам вопрос. Так, вы пропали. Сейчас. Ага, картиночка пропала. Тогда у меня к вам вопрос. Вот наш канал называется «Взгляд с небесной». Вот если бы вы до небес поднялись, посмотрели сегодня на нашу страну, что бы вы сказали, и что нас ждет. Я понимаю, сложный вопрос. Вопрос сложный. Я бы сказал, что я очень надеюсь, что все-таки, несмотря на те трудности, с которыми мы все сталкиваемся, эти трудности делают нас сильнее, заставляют объединяться. Исторически, у нас такая страна, в которой люди объединяются, тогда, когда есть именно внешние угрозы, внешние трудности, внешние сложности, и мы героически это преодолеваем. Поэтому я надеюсь, что все у нас будет хорошо, и хотел бы, чтобы каждый из нас все-таки задумывался каждый день, когда мы совершаем те или иные поступки, которые кого-то обижают, оскорбляют, создают какую-то напряженную ситуацию, задаться вопросом, а зачем мы это делаем? Зачем мы тратим минуты своей жизни? Ведь жизнь, она и так коротка. В жизни столько прекрасного, позитивного, а мы этим порой негативом или своими даже мыслями, или накручивая себя, мы уходим совершенно в другую плоскость, не замечая эту красоту, которая нам дарована природой. Поэтому призываю всех людей быть более внимательными, более добрыми и стараться все-таки, несмотря на те сложности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, в режиме самоизоляции, где действительно тяжело нарушенную традиционную устой, морально-психологически тяжело, и физически тяжело, и материально тяжело. Все-таки, прежде всего, оставаться людьми и стараться весь этот, всю эту негативную энергию сублимировать позитивную и созидательную. Ярослав Евгеньевич, большое спасибо вам за это интервью, за ваш такой позитивный и удивительный взгляд, за то, что однажды в молодости вы не побоялись и поставили перед собой цель, и вы достигли ее. Это удивительно. Знаете, сегодняшним школьникам я молюсь, чтобы услышали как можно больше молодых людей ваш рассказ, ваши свидетельства. Я напоминаю, что с вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Связь с небесным». Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Благослови вас Господь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok